Всем привет! Продолжаем ковыряться в блоках питания компьютеров. Сегодня лайтовая доработочка блока питания с целью получения 24-х вольтовой напруги и тока порядка 5 ампер. Это приличная мощность в районе 100-120 ватт. Я реально обкатывал на практике в районе 80-100 ватт и остался доволен. Такое напряжение потребуется для запитки, например, паяльника Т12 или запитать насос. Да много куда применимо, если вы саморуки, то есть рукоблуды, черт, самоделы, во, самоделы. Для переделки будем использовать низкокачественный и дешевый повербокс на 350 ватт. Как видно из таблички напряжения, по минус 12 вольтам всего лишь 0,3 ампера. Нам надо расширить этот диапазон до 5 ампер. 24 вольта образуется на проводах, плюс 12 это желтый провод и минус 12 синий вывод. Для оценки работоспособности линии минус 12 вольт на мгновение подкинем за параллельные две автомобильные лампы мощностью 21 ватт, в сумме это 40 ватт. И посмотрим, как будет работать блок питания. Один вывод кидаем на землю, другой вывод на синий провод минус 12 вольт. Все работает. Блок отлично включается при минимальной нагрузке на линиях плюс 12, плюс 5, плюс 3, 3 вольта. И нагруженной линией минус 12 вольт. И это очень важно. Нам позволяет уменьшить возню по доработке данного блока питания. Так как основная часть блоков питания правильно работает только при нагруженных линиях. В данном случае у нас халява. Плюс 12, плюс 5 вольт мы не нагружаем и все работает отлично. Посмотрим, что у этого зверя под шкуркой находится из компонентной базы. Микросхема Supervisor LM339. Сердце блока питания. Шим контроллер. К-75-00. Этот тот же аналог. ТЛ-484. Самая популярная и копеечная микросхема в наше время. Входных фильтров нет от слова вовсе. Для нас это не так критично. Диодный мостик реализован на рассыпухе совсем копеечной. Дежурка. Самая дешевая. На пелевичке 2Н60. Силовые банки в 330 микрофарад, за которыми прячутся два ключа с маркировкой биполярники MG13007. В заключение по компоновке могу выдвинуть вердикт. Китайский ширпотреб. Но самое ценное это то, что это все работает по сей день. Вот вам и ширпотреб. Разбираемся с линией минус 12 вольт. Прозвоним ее и вычислим какие элементы к линии минус 12 относятся. Первый диод наш клиент. Сосед рядом. Также к нам относится. И третий диод прячется под катушкой ДГС. ДГС это дроссель групповой стабилизации. На нем также располагается обмотка минус 12 вольтовой линии. Самым тонким проводом в районе 0,4-0,5 миллиметра. Перематывать его не будем. Ничего. Потерпит. Но кто будет выжимать, как говорится, последние соки из этого блока питания, то придется и его перемотать. На более толстый провод. Для наглядности обратимся к схеме. Я нашел похожий оконечный участок блока питания АТХ. Нас интересуют только линии 12 и минус 12 вольт. Выходные напряжения на всех блоках питания формируются с силового трансформатора. Мы рассматриваем вот этот участок. Он нам только интересен. Все остальное нас не интересует. Для линии 12 вольт стоит сдвоенный диод. А точнее сборка диодов шотки. Почему шотки, а не простые диоды? Во-первых, высокая частота, заданная шим-контроллером К7500. И второе, низкое падение напряжения при протекании больших токов, а следовательно минимальные тепловые выделения. Следовательно и выше КПД. Далее, положительные импульсы попадают на дроссель ДГС и сглаживающие оконечные конденсаторы, превращая импульсы в постоянный ток с минимальными пульсациями. Линия минус 12 вольт формируется аналогичной линии плюс 12. Но диоды установлены обратным образом. И не шотки здесь используются, а обычные. Только всего лишь 1 амперовые, но быстродействующие. И формируются здесь импульсы уже отрицательной полярности. И также аналогично попадают на ДГС. А вот этот диод, который судя по схеме, смело можно исключить из цепочки, в нем нет нужды. Создается лишь дополнительное падение напряжения. И заменить его обычной перемычкой лучше. Завершая всю эту цепочку, обычный сглаживающий электролит. Для увеличения силового потока энергии, мы заменим эти диоды на диоды шотки с током 5 ампер. Имейте ввиду, что обратное напряжение выбросов по этой линии могут достигать более 50 вольт. Поэтому я перестраховался, и обратное напряжение у диодов выброс с большим запасом порядка 200 вольт. От теории переходим к практике. Отсоединяем подводные провода 220 вольт. Выкручиваем саморезы по периметру. Отключаем вентилятор охлаждения блока питания. Отсоединяем заземляющий провод. Извлекаем печатную плату. Для удобства монтажа диодов, демонтируем радиатор с выпрямителями. Разбавим тугоплавкий припой свеженькой каинкой. Я редко пользуюсь оплеткой. Для этого у меня имеется безотказный оловоотсос. Замечательная вещь. Работать им одно удовольствие. Периодически приходится его чистить. В раскачку извлекаем радиатор. Вот они сборки диодов шотки. Итак, первый диод и второй диод. Оценим дорожки, куда они ведут. Мы не будем впаивать новые диоды на прежние места. Мы их инсталлировать будем прям в выпаянный радиатор. Но для начала наметимся, где они будут установлены на печатной плате. Идеальным местом, как я думаю, установите их здесь. Ширина дорожки обеспечит хорошую пропускную способность для тока. Демонтируем диоды. Лучше использовать самое убитое жало, чтобы было не жалко на распайку блоков питания. Я так всегда и поступаю. Вот они, грибочки, как после дождя, повылазили. Выдергиваем диоды. Стараемся не повредить дроссель ДГС. В качестве диодов стоят ФР-154. Засверливаемся в отметках. Нам потребуется три отверстия. Два новых и одно расширить уже имеющиеся. Инсталлировать будем диоды SR-5200. Это 5 А с обратным напряжением в 200 В. Падение напряжения заявлено производителем около 0,9 В. Берем радиатор. Будем его дорабатывать под новые диоды. Я знаю, что это не придает колоссальной эффективности, но все же положительный эффект имеется. Диоды так лучше отдают тепловую энергию. Если я размещу данные утюги в районе дросселя, там обдува как такового вообще нет. И они там задохнутся. И спекут конденсаторы. То есть срок службы будет сильно уменьшен в разы. Вот так они плотненько располагаются у меня в радиаторе. Хорошо вошли. Туго. Довольно-таки контакт хороший. Сверло юзал я на 5 мм. Идеально подошло. Загибаем концы на жопках и припаиваем туда общий провод. Стараемся оставлять максимально длинные отводы. Даже производители стараются их оставлять длинными, чтобы была максимальная поверхность для отвода тепла. Все-таки 4-5 А это уже не шутки. И к передним носам припаиваем проводники. К сожалению, длины выводов не хватает, чтобы впаяться в плату. Поэтому наращиваем все на проводниках. Провода используют с распаянных блоков питания. Так сказать, безотходное производство. Устанавливаем нашего франкенштейна на свое место. И мучаемся пинцетом загоняем проводники в рассверленные отверстия. Кто будет повторять, соблюдаем полярность диодов. А то будет нежданчик. Пропаиваем все диодные сборки и наши новые проводники, которые мы интегрировали в плату. Как видите, желтая каина после пайки не блестит, а становится матовой. Да и по температуре она хуже, нежели синяя. Ну для блоков питания, я думаю, она отлично подходит. Ну это как по мне. Подготавливаем перемычку вместо одного диода. Как я и говорил, запаиваем ее туда смело. Проблем не будет. Вот результат моего колхозинга. Думаю, получилось на 3 с плюсом. А больше нам и не надо. Проведем оценочные испытания. Подключаем блоков питания на длинные провода нагрузку в 6 Ом. Замечу, что штатные провода надо заменить на качественный провод большего сечения. Это касается именно синего минус 12-вольтового вывода. Он тонкий. Отсюда большое падение напряжения. На таком сечении, да еще и ток более 3 А. Это сразу тяжелые условия для работы. Напряжение на проводах под нагрузкой около 22,9 вольта. Теперь произведем замеры непосредственно на выходе блока питания. А здесь уже лучше. Около 23,3 вольта. При такой доработке никогда не будет ровно 24 вольта. Об этом надо помнить. Обычно плюс-минус 23,5 вольта. Проведем замеры тока на имеющихся проводах. Мультиметр намерил всего 3,2 А. Для понимания картины этого достаточно. Не буду показывать демонтаж проводов блока питания. Остановлюсь на некоторых моментах, ибо болтающаяся коса как-то выглядит не комильфо. Мы все выпаиваем, кроме желтых проводов. Чтобы блок запустился, нам надо зеленый провод. Он обзывается ПСОН. Запаять на землю. Так блок будет всегда в режиме работы при подаче напряжения в 220 вольт. А вот выпаивая проводники на 3,3 вольта, это оранжевые провода. Обязательно смотреть надо на косу. Там имеется отдельный проводник, который надо впаять на линию 3,3 вольта. Если этого не сделать, некоторые блоки питания нормально не хотят функциклировать. На этом, я думаю, у меня все. Переделка несложная и доступная. Если есть какие-то мысли, пожелания или добрые идеи продвинуть хорошее видео, жду комментариев. Просьба поддержать мой молодой канал лайком и подпиской. Аудитория растет, значит тема актуальна. Будет время, выложу ремонт силового блока на 600-800 ватт. Покажу особенности и сложности данного ремонта. И, конечно же, его целесообразность. Куда же без нее? За сим откланяюсь. Всем удачных ремонтов и успехов! Увидимся на канале Домовой!